Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В копилку побед! Чемпионкой Московской области по плаванию стала воспитанница Центра Дельфин. Олимпийской чемпионкой стать моя мечта и буду идти к этому. Большой концерт, посвященный грядущему Дню России, прошел в видновском филиале Центра социального обслуживания «Домодедовский». В центре города Видно у кинотеатра «Искра» продолжает работу традиционная ярмарка. Мы специально приезжаем в этот город, чтобы люди могли купить себе более доступные товары. Воспитанница Центра Дельфин стала чемпионкой Московской области по плаванию. На соревнованиях, которые проходили в городе Раменское, Виктория Таранникова лучше всех проплыла дистанцию 200 метров брасом. О спортивных достижениях нашей землячки расскажет Юлия Погасьян. Это сегодня 13-летняя Виктория Таранникова в бассейне чувствует себя как рыба в воде, а в 4-летнем возрасте плавание вызывало только негативные эмоции. Тогда девушка и думать не могла, что в своем юном возрасте сможет достигнуть высоких спортивных результатов. Но руководитель оздоровительного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе поверила в способности нашей героини. Романадзе очень много делают для меня, для всех, в кого верят. Это правда очень многое стоит. Я безумно благодарна. Потому что если бы я занимала в другом бассейне, я не знаю, что бы. Я думаю, у меня таких результатов и не было. Было бы все сложнее и труднее. Александра Таранникова – тренер чемпионки и ее мама. У них получился неплохой тандем. Александра отмечает, что талант дочери к плаванию увидела сразу, поэтому и взялась растить из Вики будущую спортивную звезду. Работать вместе им комфортно. У каждого пловца есть специализация. Мы искали, какой способ лучше получается. Сначала определили, что брас ей нравится, что у нее лучше получается. Потом уже искали дистанцию. Комплексное плавание. Весь комплекс хорошо тоже получается, но основной, конечно, это брас. Свободного времени у Виктории почти нет. Девушка постоянно на тренировках или соревнованиях. Однако и об учебе не забывает. Увлекается гуманитарными дисциплинами. Но мечтает все же о спортивной карьере. Я бы хотела добиться чего-нибудь. Например, олимпийской чемпионкой стать. Моя мечта – и буду идти к этому. Что есть возможности. Все получится. Надеюсь. К своей мечте девушка идет стремительно. На днях она вернулась из Раменского, где проходил чемпионат Московской области по плаванию. Виктория завоевала первое место на дисциплине 200 метров брасом. Летом наша героиня планирует продолжить усиленные тренировки, чтобы в следующем сезоне покорить новые спортивные вершины. Юлия Погасян, Александр Логинов, Гульнар Балаева. Видно этого. В этом году Центр детского творчества «Импульс» празднует 35-летний юбилей. В связи с этим событием сотрудники учреждения проводят много интересных мероприятий. Одно из них – выставка работ воспитанников, которая открылась в историко-культурном центре. С произведениями юных мастеров уже познакомилась наша съемочная группа. Около 200 работ воспитанников «Импульса» гармонично разместились в залах историко-культурного центра. Это первая масштабная выставка за всю историю учреждения. Огромную благодарность выражаем историко-культурному центру за то, что наши работы здесь представлены. Мы же не имеем такой возможности. У нас нет такого зала, нет такого оборудования, чтобы собрать работы и вот так представить, и долго, чтобы они экспонировались. Ученики центра детского творчества «Импульс» постоянно принимают участие в наших больших выставках. В прошлом году мы решили, что, во-первых, юбилей центра детского творчества, во-вторых, такое количество работ уже, которых хочется в одну совместную выставку не помещается. Мы решили, что как раз к лету, к лагерной кампании мы подготовим такую большую выставку. На торжественное открытие были приглашены почетные гости. Исполняющая обязанности начальника управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации округа Наиля Нугаева отметила высокий уровень мастерства участников, работы которых представлены на выставке. Хочу поздравить вас с наступающими каникулами, чтобы вы набрались еще больше вдохновения для своих работ и пришли с новыми идеями в новый учебный год. Нина Владимировна, вам большой низкий поклон за вашу работу, за ваше творчество, за ваши гениальные идеи. Картины юных художников стали основой экспозиции. Яркость красок и неповторимость сюжетов завораживает и погружает в сказочный мир детских фантазий. О каждой работе я могу рассказывать, потому что обязательно с ней что-то связано. Но вот есть необычные работы, которые меня просто удивили. Вот, например, здесь представлена работа «Сон Татьяны Лариной». Я, несмотря на то, что когда-то читал Евгений Онегин, но уже забыл вот этот момент, что там такой страшный сон ей снился. И вот моя ученица напомнила мне об этом, потому что был конкурс, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. И вот она выбрала такую тематику. Автор картины «Сон Татьяны Лариной» Софья Рогачева уже три года занимается живописью. В планах художницы – освоить как можно больше техник рисования. Сейчас очень много пишу акрилом, маслом. Освоить хочу акварель, наверное. Очень дается у меня плохо техника. Разбавила радужную палитру Ксения Соловьева графическими работами, простым карандашом. Она мне легче дается, чем живопись, потому что я привыкла с самого детства работать со мной в карандаше, потому что цвет – это не мое. Еще одно направление – широко представленное на выставке «Роспись по дереву». Изображается, как семья и друзья и дети празднуют Новый год. Семейный уют, тепло, заботу, Новый год, атмосфера. На выставке мы представляем коллекцию 2022-2023 учебного года. На выставке представлены 43 работы, 42 исполнителей. Большинство работ представлены в технике традиционной геометрической резьбы по дереву, в технике плоскорельефной резьбы по мотивам Абрамцева-Кудринской. Познакомиться с творчеством юных художников и мастеров может любой желающий. Выставка будет работать до 16 июля. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Большой концерт, посвященный грядущему Дню России, прошел в видновском филиале Центра социального обслуживания «Домодедовский». Исполняли песни и танцы, читали стихи не только приглашенные артисты, но и посетители учреждения. Тему продолжит Екатерина Борисова. Праздники в видновском филиале Центра социального обслуживания «Домодедовский» всегда проходят шумно и весело. День России здесь широко отмечают уже много лет. Вот и на этот раз, несмотря на дачный сезон, в зале был аншлаг. Праздники проходят. Может быть, куда-то на улице сходить они или в большое помещение не дойдут. А к нам они всегда приходят, у них хватает сил, мы их всегда ждем, принимаем с радостью. Непременно участник всех праздников в Центре – хор «Верные подруги». Коллектив «Неоднократный» победитель муниципальных и региональных конкурсов существует уже более 20 лет. Староста хора Татьяна Казакова по профессии врач-стоматолог признается – пела с самого детства. Но как вышла на пенсию, с радостью присоединилась к верным подругам. У нас есть такие люди, которые уже за 90 лет, и главное, общение наше имеет большое значение. Мы отвлекаемся от своих болячек, от всего. Понимаете, и вот приходим как в себе домой. И у нас очень сотрудники, вот эти вот веры очень, такие, знаете, душевные, они всегда нас принимают хорошо. Хорошее настроение подарил гостям праздника и коллектив Центра «Танцы без границ». Подопечных Центра социального обслуживания поздравили с грядущим праздником как уже состоявшиеся артисты, так и юные начинающие звездочки. Весело очень. Приглашают очень много детишек выступать из Дома культуры. Прекрасные артисты приходят, наши, домокультуровские. Вот, так что мне очень нравится. Наталья Васильевна вообще прекрасно ведет все эти концерты. Песни, танцы, стихи чередовались с теплыми словами поздравлений. Ну а гости праздника не только без устали аплодировали, но и активно подпевали и даже пританцовывали. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В центре города Видное у кинотеатра «Искра» продолжает работу традиционная ярмарка. Благодаря широкому ассортименту представленных продуктов и товаров ее смело можно назвать супермаркетом под открытым небом. Видимо, поэтому многие видновчане предпочитают делать покупки именно здесь. Не проходите мимо. Обычно такими словами принято на ярмарках зазывать покупателей. Но мимо этой, расположенной у кинотеатра «Искры» в Видном, точно не пройдешь. Преимуществ покупки именно на ярмарке масса. Это и качественные товары, и свежие продукты, но главный ее плюс в другом. Она находится в центре города. Здесь можно и по парку погулять, и ребенка развлечь, и заняться приятным шопингом. Еще одно важное конкурентное преимущество перед теми же магазинами. Здесь меньше вероятность купить некачественный товар. Ведь продавцы строго следят за своей репутацией. СМС Беларуси работает к стилям нашим белорусским. Он качественный. Фабрики наши сохранились еще с тех времен. Они у нас под президентом, руководством. То есть они проверяются. Я доверяю этому качеству. Лето только наступило, но продавцы держат руку на пульсе покупательских предпочтений. Одежды и аксессуары на любой вкус. Многие и скидки немало и предлагают. Мы специально приезжаем в этот город, чтобы люди могли купить себе более доступные товары. Например, носки вот в других городах. Во многих мы работаем где-то, ну, пускай по 70 рублей. Здесь мы ставим оптовую цену, чтобы люди пришли, закупились. В продуктовых рядах тоже оживление. Здесь овощи и фрукты продавцы привозят буквально со всей страны. Самое лучшее. Мы из Тамбова. Наши домашние сейчас тамбовские идут огурцы, горох наш, лучок. Огурцы избецкие идут, абрикос, черешня, вишня. Помидоры загистанские идут, ростовы идут хорошие помидоры. Не разочаруют покупатели и другие продукты. Например, сладости. Ольга Ижмаева всегда с радостью работает в Винном. Говорит, покупатели отзывчивые. Газовская кондитерская фабрика достаточно известная. Халва, мармелад, рахат, лукум. Вы сами видели покупателей. Я здесь работаю уже три года будет в этом году. И ярмарку еще ни одну не прогуляла. С удовольствием, Винном, работаю. Ну и главное, что можно встретить в этих торговых рядах – фермерские продукты. Прямо с местной фермы. Своё подворье находится в Ленинском городском округе. Мы фермеры, которые открыли на территории своего участка фермерское хозяйство. Все начиналось с того, что это был небольшой птичий двор. А сейчас у нас достаточно приличное хозяйство, которое может даже поконкурировать с некоторыми колхозами. Несмотря на рабочий день, посетителей на ярмарке хватает. А это о многом говорит. Приходите и вы. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.